продолжим работать на нашей силиконовой формой сегодня будем армировать армировать будем нашу модель сейчас я уже отмерил нужное количество силикона и перемешиваю армируем мы не полностью не всю модель полностью армируем только так скажем ответственные места то есть острые углы как определить острый угол на модели что именно армировать те места откуда силикон скатывается и не задерживается как правильно являются острыми углами данном случае острый угол у нас вот в этом месте острая грань здесь силикона всегда нет угол крыла и края сумки также можно посмотреть на клюв эти места обязательно армировать что нам дает армирование армирование дает три вещи первое в этих местах форма становится гораздо прочнее вторых происходит экономия силикона сколько частично на толщину слоя уходит сама марля ну и третье марля не дает скатываться силикону с вертикальных или горизонтальных каких-то неудобных поверхностей вот такие как допустим острые углы вот основные три фактора которые скажем позволяет нам экономить силикон делать острые углы скажем набирать толщину в тех местах и форма по толщине силиконового слоя становится более-менее равномерно бывают моменты когда перемешал нам не удается заармировать за один раз всю поверхность нашей модели а порой надо что делаем тогда тогда армируем не за один раз вот и все то есть допустим сейчас у нас будем наносить четвертый слой силикона я буду носить также кистью я подготовил марлю почему именно марлю марля марля и бинт одно и то же практически но при использовании бинта бинт свернуты несколько раз получается он такой волной то есть у него появляются такие горбинки морщинки и когда вы накладываете бинт на поверхность вашей модели он неравномерно ложится он ложится с этими морщинами их очень сложно с ними бороться поэтому советую все-таки использовать марлю марля стоит недорого 10 метров 100 рублей бинт был обойдется дороже еще что-то хотел сказать да на чем будем сегодня расклад разравнивать нашу марлю что вот есть такие шпажки шампуры бамбуковые вот я такими то не такой длины некоторые спрашивают можно ли зубочистками я бы не советовал укладываю как раз марлю тупой частью этой шпажки они острый сейчас наносим на нашу слой силикона и сверху будем армировать тоже расскажу о нюансах как армировать на примере этой модели это самая простенькая так скажем модель но не совсем простенько но достаточно несложная почему потому что она состоит из двух частей всего имеет форму шара или овала из которого торчат уши лапы хвост но у него есть также острые углы и обратные углы и поднутреннюю с которыми как раз не всегда очень удобно работать поэтому она не самая простая но есть гораздо сложнее модели которые состоят из нескольких частей и гораздо объем не есть способ при помощи которого для тиражирования силиконовых форм не надо больше лепить пластилиновый бортик там несколько раз ускоряет процесс создания силиконовой формы и поднимает качество позже на примере другой силиконовой формы я вам это покажу сейчас еще некоторые места добавим силиконов вот это будет у нас четвертый слой проблемные наши места это острые края острые края и мы сейчас будем армировать видно то может быть я всю поверхность там закрываю из-за этого не видно как армируем как армируем как укладываем вот наша марлечка вкладываем таким образом чтобы перекрыть острый угол и разравниваем при помощи нашей шпажки на что здесь следует обратить внимание прям хочу заострить чтобы когда вы накладываете на поверхность силикона марлю марля должна пропитаться полностью себя вот принять цвет силикона стать мокрой пропали практически сухие участки это значит что она полностью прилипла к поверхности нашей будущей силиконовой формы и там не осталось не воздушных карманов под марлей не под внутренней поскольку это все негативным образом скачет сказывается на качестве вашей формы и на сроки ее службы в основном еще один немаловажный такой момент не надо накладывать марлю на марлю вот сейчас но это здесь не добиваемся мы добиваемся закрыть острые углы марля с марлей сделаешь так чтобы они не пересекались потому что там останется воздух и марля не пропитается нам надо чтобы марля была все мокрая это показатель того что она легла ровно советую пользоваться этим способом при создании силиконовых форм надеюсь видно что марля ложится ровненько нигде не бугриться и аккуратненько следующими двумя слоями мы обязательно перекроем эту марлю и этого будет достаточно то есть у нас сейчас здесь четыре слоя будет пятый шестой и седьмым сделаем основание вот примерно по 100 грамм там все зависит от размера модели 100 где-то 50 грамм необходимо на каждый слой вот и посчитайте сколько силикона вам необходимо для создания 1 силиконовой полуформы можете на 2 и получите необходимое количество силикона вот 7 слоев по 100 грамм 700 грамм до получается и на другую сторону примерно то же самое вот 1400 полтора килограмма запасиком должно хватить на изготовление одной несложной силиконовой формы так осталось нам заармировать чемодан